всем привет с вами канал russian percussion я александр батвинкин и в продолжение темы кахона мы с вами рассмотрим сегодня чем еще мы можем с вами играть по кахону конечно по любой поверхности в общем можно играть не только руками да мы можем с вами играть например щетками компания regal tip например делает вот такие вот специальные щеточки для кахона есть потолще есть потоньше давайте с вами например рассмотрим вот щетки которые потолще их мы с вами можем держать в обеих руках я эти щетки держу также как барабанщики обычно держат палки при традиционной игре то есть вот мы ее кладем между средним пальцем и безымянным получается вот такой вот такой вот захват и в правой руке то же самое и в общем мы можем делать все то же самое что мы делаем руками только щетками здесь принцип игры абсолютно такой же то есть все грубые такие же только мы с вами играем их щетками звук получается более мягким то есть если допустим где-то на концерте нужно сыграть какую-то очень тихую медленную красивую песню ее можно сыграть щеточками конечно щетками мы с вами можем делать все те же приемы которую делают барабанщики на малом барабане например вот такие то есть здесь у нас с вами полный простор для творчества рассмотрим ситуацию когда у нас одна щетка возьмем щетку потоньше и теперь в роли хэта у нас выступает вот эта щетка в правой руке и теперь у нас удар бочки и снэра делает левая рука рассмотрим самый простой грув щетка будет бить примерно вот сюда и будет такой высокий звук похожий на хэд 1 2 3 4 что вообще могу сказать по поводу игры щетками конечно когда у нас в одной руке щетка как бы на все основные удары у нас остается только одна рука это нас немножечко ограничивает просто помните об этом что мы не все сбивки можем сделать которые мы можем сделать двумя руками нам нужно теперь немножечко придумывать как нам это сделать здесь необходимо включать воображение подключать может быть какую-то барабанную технику технику игры за установкой сейчас я покажу вам что имею ввиду если мы двумя руками например можем сделать какую-то сбивку так здесь уже так не получится потому что звуки разные поэтому тут нужно придумать например вот так щеткой тоже можно делать средний удар и громкие удары все это помогает нам сделать грув более живым сымитируем удар по ободу либо мы можем сымитировать просто громкий удар по снэйру также мы можем играть этими щеточками и обеими руками звук получается еще более мягкий наверное хотя на снэре получается чуть больше атака чем с широкими палочками но бас как раз получается более мягкий более тихий также мы можем конечно комбинировать эти щеточки например в левую руку взять толстую щетку а в правую руку тоненькую еще один вариант щеток это металлические щетки я открыл для себя возможностями играть уже достаточно давно но есть один минус железные щетки ранит поверхность кахона имейте ввиду что она будет стираться со временем будет не очень презентабельно выглядеть но я для себя решил что мне этот звук очень нравится и ни одна пластиковая щетка не может воспроизвести звук железной щетки поэтому тут выбор за вами я практически всегда играю железными щетками потому что ими можно очень хорошо имитировать звук ну например какой-то джазовый звук малого барабана ни одна пластиковая щетка такого звука не даст с этими щетками в принципе мы можем сделать все то же самое в основном у меня всегда в правой руке щетка а левая рука выполняет роль бочки и малого также мы можем попробовать играть этой щеткой более в джазовом ключе здесь тоже все зависит от вашего воображения можете взять ее в левую руку попробовать может вам так больше понравится но я вот играю именно так уже долгие годы это помогает мне сыграть любой грув практически который нужно не все мы можем сыграть только руками поэтому приобретайте разные щетки пробуйте слушайте выбирайте еще один вариант игры на кахоне эта игра с шейкером шейкер обычно всегда находится в правой руке если вы правша конечно и играть можно следующим образом то есть шейкером мы играем 16 левая рука у нас играет четверти например я начну играть шейкером а потом подключу левую руку раз два три четыре на что нужно здесь обратить внимание нам нужно с вами полностью синхронизировать удары шейкера и удары левой руки то есть вот такого быть не должно то есть это неправильно правая рука должна делать ровные удары постоянные левая рука должна делать удары ровно вместе шейкером это доказывает нам необходимость занятия с метрономом я рекомендую и шейкером тоже заниматься с метрономом отдельно кахоном и все вместе всегда занимайтесь под метроном шейкером и можем сыграть например вот такой грув 3 4 либо мы можем сыграть например какой-нибудь балера например да какую-то медленную кубинскую песню шейкером конечно мы с вами можем попробовать сыграть и шейкером и щеткой если например нам нужно сыграть какую-то мягкую медленную композицию еще одно дополнение это ножной тамбурин фирма латин перкашин делают такие прекрасные маленькие тамбурин и давайте посмотрим как мы это можем использовать я обычно одеваю его на левую ногу вот таким образом получается вот такой вот звук мы можем совместить этот звук например со звуком с нейро либо мы можем играть этим звуком постоянные четверти например вот так вы можете одевать этот табурин как на левую так и на правую ногу как вам удобно просто поскольку я еще играю на барабанах мне удобнее одевать на левую ногу что я им как бы имитирую звук хэта но если для вас удобнее одевать на правую пожалуйста можете одевать на правую есть масса приспособлений которые крепятся непосредственно к ахону у меня есть вот такое приспособление под названием хэк стик его делает фирма шлагверк она так крепится сбоку и звучит как такой небольшой тамбуринчик можно немножечко его отпустить чтобы он звучал погромче можно зажать и мы можем имитировать конечно же head например либо мы можем делать этот звук вместе с малым также мы можем играть по нему 16 минутами для этого нужно применить вот такую технику то есть я играю здесь и большим пальцем и остальными также мы можем задействовать нашу ногу например чтобы подглушить кахон или изменить его высоту например вот так то есть мы немножечко прижимаем ногой тапу ну и мы можем сделать например какие-то сбивки с этим иногда на концертах приходится играть просто обычным тамбурином но имейте ввиду что он очень громкий его всегда очень хорошо слышно поэтому им нужно играть очень ровно бывают ситуации когда иногда вокалисты будут хватают тамбурин начинают ими играть не всегда это бывает в кассу делаю это в основном таким образом либо можно сыграть какое-то подобие drum and bass ну что друзья на этом мы будем заканчивать наш третий выпуск про кахон все в вашем воображении покупайте пробуйте щетки и тамбурины шейкеры в разных руках кахон это тот инструмент который любит фантазию всегда можно что-нибудь придумать залезть на youtube посмотрите там очень много всего про это есть люди используют разные какие-то приспособления так что все в ваших руках занимайтесь и верьте в то что она того стоит